С наступлением теплых летних дней в нашу жизнь приходят они, надоедливые и вечно голодные комары. Ежегодно в начале июня наступает пик нашествия этих насекомых, однако в этом году из-за холодов они заявили о себе чуть позже. У нас была все-таки достаточно весна, прохладная, и соответственно те комары, комары они вылетают вообще из куколок не одновременно. Все как по выстрелу стартового пистолета, они начинают появляться постепенно. Но получилось как? Первая стадия комаров, которые появились, они должны были вылететь в мае. Они вылетели, но в мае было очень холодно, поэтому они вели себя спокойно, особо не летали, только в теплые дни. Их в этот момент догнала уже июньская часть комаров, вот эта генерация. И когда наступило тепло, те комары, которые уже вылупились, и июньские, которые вылупились сейчас, они в общем-то создали численность, ну, может быть, немножко больше, чем обычно. За ситуацией распространения в городе вредных насекомых тщательно наблюдают специальные службы. Обрабатывают территорию около водоемов и рек, которые протекают в городе. Видов комаров, которые кусаются и приносят нам беспокойство, несколько. Но наиболее известные в городе это комар пескун, также малярийный комар, который как раз может переносить малярию. Правда, сейчас она встречается чрезвычайно редко. В лесах нас кусает несколько видов комаров из рода, который так и называется, род кусака, по-латински эдос. Малярийный комар переносит малярийного паразита, но в свое время еще в СССР была интенсивная борьба с малярией, засыпались вот эти вот очаги, болота, где они в больших количествах изнажались, поэтому сейчас малярии встречаются чрезвычайно редко. Для предотвращения укусов следует подбирать правильный гардероб в вечернее время, заранее использовать аэрозоли. Если же комар вас все-таки укусил, следует воспользоваться специальной мазью или приложить что-нибудь холодное для того, чтобы снять воспаление. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Лилия Талипова, Универ Ньюс.